Участник всей нашей жизни, потому что слова и музыка это определяет нашу жизнь. Игорь Морозов. Прошло много времени, но вы видели, что везде зарубежно происходит, много интереснейших вещей. Ну а сегодня мы про все задумываем. И у нас было бы хотелось бы, как бы, под микроком посадить здесь все в песню. Все, все, все. Садись назад, где-то еще подставлю. Где-то, спасибо. Вот. Вот так? Ну, Михайлович рассказал уже про танки. Все, что можно, нельзя. Добавлю только, что в ней это тоже танки, как и войск. Дорогие и близкие, поскольку есть по первому своему образованию, у Вашимова инженер-механин боевой и броневой техники, гусеничной и колесной. И механикой второго класса, это в 72-м году я получил. И танки люблю так же беззаветно, как и Михаил. И я думаю, что день танкиста несправедливо обойденный. На меня он, бог на чему, армия, видите, разрознена, по праздникам растащена. И все празднуют, когда кто хочет. Начиная непонятный защитник неизвестного чьего отечества и заканчивая там, вот, день танкистов, день связистов, все разбили. А ведь был на самом деле замечательный праздник, день советской армии, войны морского флота. А танкисты, с детства помню, да и вы, замечательные фильмы снимали о танкистах. Тогда, сейчас, к сожалению, мало поют, потому что, как рот войск, он у нас в стране танковый, танковый, бронетанковый, практически уничтожен. После развала Советского Союза, и вот тот паноптику, который устроил нынешний министр обороны, где-то там танковый ротировали, как биатлон, там, раскрасили в разные цвета боевые танки. И, ну, на радость этим начали двигаться по танкому полю. Это все ерунда собачья, значит, на самом деле. Наши танки по всему миру, и даже в музеях Израиля, 1100 штук стоит, это когда первая война была, израильская, гибельская, 1162-х, вот в рядок стоит. В Америке их полно всего, у нас, к сожалению, модифицированных боевых машин, вот только для парада. Я вам говорю, как сказали, из-под танка. Поэтому я за то, чтобы этот праздник, не знаю, какой, чтобы День танкиста сделали нерабочим и отдельным. Или заменили День защитника, родители, и то приличнее будет, виноват отечество. Так вот, по этому поводу я еще, когда он писал песни, я хочу вообще показать несколько новых песен, как раз по этому поводу написанных. Значит, у меня еще судьба такая, гены такие. Вот четыре брата моего деда, по материнской линии, они сгорели в русско-физическую войну в танке, четверо танкистов. Кстати, фотографии я с детства расспрашивал, что на фотографии мне рассказывал все это. Ранный брат, четыре, весь экипаж. Тогда я узнал интересную вещь, у них на петлицах, погон-то не было тогда, да? А на петлицах у них, ну кто помнит, что было в наших первых танкистах, наверное, на петлицах? Никто не помнит. Скрещенные шашки, как у кавалерии такие, такой же. Да, Михалыч, помнишь, да? Знаешь? У танкистов были все на петлицах, не так это появилось потом вместе с погонами, а скрещенные шашки. Поэтому и в танкистов отбирали те, у кого, как ни странно, и в конец набирали в танкистов, оттуда в трактористов, кто там еще был. Ну вот и все вместе, учитывая еще главным героем этой песни, вывел нашего дорогого, уважаемого полковника Каленкина, там услышите даже Михалыча. То да, а это такая получилась сборная песня. Да, ну тут еще великое событие, поиск, ну великое было, очень, как надо было с него начать. Великая битва на Курской дуге и самая крупная в истории всего человечество, танковое сражение, встречное причем. Вот поэтому песня называется «Танковая атака». «Танковая атака» сначала, ну не важно. Сейчас я вам ее. Так. Извините. Чем закончится грядущая атака, не предскажет даже Бог на облаках. Ах, что поделаешь, танковая драка, как на масленицу бой на кулаках. Что поделаешь, но танковая драка, как на масленицу бой на кулаках. Затаилась наша рота, наш танковая рота в перелеске. Затаилась, как пантера для вроска. На броне сидит прикрытие пехота, в сизых кольцах от махорного дымка. На броне сидит прикрытие пехота, взяв в колечках от махорного дымка. Наш механик, позабыв о грешном мире, что-то там колдует в танковых кишках. Для него родимый Т-34, как коняга строевое для казака. Но да он и есть в казахскую бане, и пока он холит резвого к коням. Тихо думает себе о жаркой бане, до казачки черноглазые в плетене. Тихо думает себе о русской бане, до казачки черноглазые в плетене. Наконец мечтам, кончай курить пехота, начинам мы. Наконец мечтам, кончай курить пехота, не бывает мирной танковой жизни. Начинается военная работа, командир кричит, Михалыч, заводись. Начинается военная охота, командир кричит, Михалыч, заводись. На войне, как на войне, а мы танкисты. И готов механик резвого к коням. Разгуляются в машины в поле чистом, смертной сталью, жаркой стали и огня. Разгуляются в машины в поле чистом, смертной лавой, жаркой стали. И огня, скрываемся пока за перелеском, поле боя в километре впереди. Но, Михалыч, жми на полную железку, да в прицелы их, пантер, не угоди. Но, Михалыч, жми на полную железку, да в прицелы их, пантер, не угоди. Ну, он назывался, вы знаете, там, братская могила, значит, четырех человек танки, да? По существу это так, но тем почетнее участь и великая участь танкистов, погибших в Отечественной войне, погибших потом в земном жаре, по всему. Ну, танк, конечно, в городе не воин, и погибших в последнее время, объясняется число большое. Объясняется только дуростью наших маршалов, генералов и прочих. Ну, это Гродно, Чечня, Польщик, Лавангий, все это. Танк для поля. У этой песни есть предложение, вот, продолжение. Это вот такое промежуточное состояние, что больше всего меня интересует вот теперь, когда для меня все мы давно закончили. Промежуточное состояние очень короткое, но самое счастливое, по-моему, на войне. Это когда вот нет команды, сколько ждать и неизвестно, и все участники вот велиочных сражений, бога не станет, нет, занимаются тем, что кто-то курит, о чем-то вспоминает, кто-то там, как-то механик, что-то там напоследок пытается исправить, 200 там поправить, карбюратор какой-нибудь на батарею. Кто-то вспоминает о том, что там осталось дома, и за что он, собственно, воюет. Кто-то просто курит, кто-то спит и дремлет, потому что главное на войне отоспаться, особенно при таких случаях, в любой обстановке. Она крайне редко бывает, на походе, на привале, на перегоре. И это вот такое состояние, когда войны нет, она исчезает. Это врачи все, как говорят, напряжение там все. Там сутками ждут команды, и как псы там напряглись и готовы бросить, это неправда. Как только там дополнительно будет команда, завтра, поскольку человек неизвестный, большой секрет, все начинают отдыхать, наедаться напоследок, хотя пуля на полный живот, всегда смертельная. Ну, письма писать, хорошие письма. Это вот фильмы только пишут, песни, вот я в этом бою, я умру, там, ты, родной, там, сына сбереги. Нельзя воевать, думая о том, что кто-то у тебя там за спиной остается на войне, а здесь такой промежуток. А вот теперь, что происходит с этой танковой ротой, после того, как они все-таки взялись в бой, Как во чистом поле, во широком поле, танки разворачивались, строим, боевым. Мы за наше поле, а не по нашу волю, победим, ребята, кто останется живым. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, в танковой бригаде не приходится тужить. И пошла такая схватка огневая, но на этот раз пришлось сойти из броня к вране. Их по счету больше, их броня потолще, но не всем удача тем, кто толще на войне. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, с нашим командиром не приходится тужить. Бой затих под вечер, на поле, как свечи, догорали танки, копоть слалась по траве. А вся наша рота после той работы, две тридцать четверки до подстрелянной кавы. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, только командира нам пришлось похоронить. Эх, судьба индейка, а ну, браток налейка, в кружке омовянные нарковских сто грамм. За страну родную, за броню сталеную, с ними жизнь и смерть всегда мы делим пополам. За страну родную, за броню сталеную, с ними жизнь и смерть сегодня делим пополам. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, В танковой бригаде не приходится тужить. Я надел, но сейчас я надел до концерта, поменял, тоже не показал совершенно нелепым. Это песня, можно сказать, и алгорская, но да, там есть упоминание, все дело происходит, а кто это и чего, это там уже понятно, кто там сидит. На востоке области туман, горы занавешивают туман. По горам плетется караван, нам с тобой идти за караваном. Генералу вызван командир уточнять маршруты и задачи, а мы с тобой глядим на этот мир, где маршрут судьбы не обозначен. А на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут в дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. И вот пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира, горький военторговский помир. У предгоре древнего помира, вот такая братцы постарали, на войне бывают постарали. Занесло ребят в такую даль, где они от роду не бывали. А на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут в дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Вышел озадаченный комбат, увеличит, требует быкашки. Орлам, что в воздухе кружат, он, наверное, кажется букашкой. Орлы добычу стерегут, и мармам плевать на вертолеты, Чьи моторы скоро заревут, и поднимут хлебом нашу роту. А на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут в дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. А внизу раскинулись поля с темным лоскутным одеялом. Сгудная, но все-таки земля лучше, чем снега за перевалом. Весь выседет вертушки и уйдут, просвистев натруженный винтами. Мы с тобою встанем на маршрут к точке-рандеву под облаками, И на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут в дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответит. Коленики вряд ли, а то я знаю, с прошлого века было. Вот сидят два человека, вот там улыбаясь таких седых и высылают вроде меня там. Значит, Юрий Иванович, специалист по диверсии боевой группы операции «Каскад» в Интерн 4. Специалист, который лейпхимик, химзащитная академия, а потом спецработы везде и все. И комиссар комиссаров, полковник специально обученный, уже пришел туда, знает чего делать, и помощь нам неоценима. Нам и этому афганскому народу все будут. Вот он сидит, у него за спиной много-много лет Чернобыля. Я так раскрою, исполняющий обязанности главных центральных авторемонтных мастерских. Это вот там вот, где все. Могильники и все, и весь Чернобыль, в общем, техника, все у него. Боевой полковник, значит, боевой настоящий комиссар он у нас был. Вот я попрошу их поприветствовать, ваши друзья и достойные люди. И все у нас поют, все люди, все сами знают, о чем пел раньше, они даже участвуют в нескольких песнях. Даже вот эту песню специально поет Юрий Иванович Ильин, написанную им, которую, не улыбайся, без конца ее просят написать, а спеть, написал-то он ее еще в 82-м году в далеком. Хорошая юридическая песня, я потом спою ее обязательно. Нет, правда просят, князю любимую песню, он как-то, давайте поем ее. Ну, давай. Жалгарин зашла бы на эту песню, называется. Вот это такая песня про горы. Ну, про горы. Кстати, вот заслуженный адпенист Юрий Иванович, после Афгана, он фанатично лазил по горам, по всем, там, много вершин покорял, и вот это у него была любимая песня. Это про горы, но про те, вот как-то он прекрасно не помнит, то вы. Афганские горы в белом снегу, они называются, горы в белом снегу. Мы сидели наверху, где-то 2100, по-моему. Ну, выше Габула-то, корроза, да? Надули в море, и там вдали, как ни посмотри, все снежные шапки и вечных снегов, которые практически не таяли. И они потрясающе, тут видно, на закате еще на все это дело, и какими же там себе вот эти, как бы, что букашка, вот стоишь на этот муж весь в бароне, а в беженый чертин, бурой транспордер, а там стоит такой шестисемитысячник, и там, и плевать тебе на всех, там, внизу капошиться, воюет они. Ну, это потрясающее зрелище. Ну, ладно, кто в Афганистане, гора в Афганистане. И вообще их видно, в Афганистане все видят. Вон 860-й пор, как видел, ходил туда даже, на эти вот самые горы, удачу, на зуб там, ну, такие всякие, где духи были, где надо было воевать. Вот так, и это называется так, Белый город. Я почти позабыл все бои и походы, только вот почему-то забыт не могу. Как вздымались вокруг, к синеве небосвода, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Как вздымались вокруг, к синеве небосвода, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Мы карабкались увысь, как на исповедь к Богу, Не прощая грехов ни себе, ни врагу. И глядели на нас, молчаливо и строго, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Этот снег с штальками лежал на вершинах, Я ни трог, ни сыскать, ни проезжих дорог. Покорился не танком, ни бронемашинам, Только стертым подошвам солдатских сапог. Покорился не танком, ни бронемашинам, Только стертым подошвам солдатских сапог. А потом запылали огнем перевалы, И от града трещала броня ледников. И случалось порой, нам земли не хватало Среди моря огня и холодных снегов. И случалось порой, нам земли не хватало Среди моря огня и холодных снегов. Горы в небо вросли, как великое чудо, Словно в пене волна замерла на веку. И пока я живу, никогда не забуду Горы в белом снегу, горы в белом снегу. И пока я живу, никогда не забуду Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Вот такая вот такая вот. Так, вот. Я не знаю, вот, стоит это читать. Так, вакантная вещь достаточно. Но это ощущение, там, в жизни войны никуда не денешься. Значит, это песня московского еще как-то, который попал каким-нибудь чумным на войну. И неважно, где он там сидел на пересылке, в Моздоке, в Тузеле, в Кабуле. Долго ждал, воображая себя великим воином. Ну, а делать нечего, он писал, везде мотался, я только мог там, прислывал ко всем встречам женщинам, считая себя неотразимым. Но потом он, тут не описано, но потом он стал настоящим солдатом и перестал думать о том, что размышления-то, в общем, здравые быть, но такие. Я помню вас, любимые девчонки, И ночи с вами, полные огня. Ай, нет, не так, виноват. Одна не надо, только здесь. Я помню вас, московские девчата, И ночи с вами, полные огня. А здесь я сплю в обнимку с автоматом. И сладких хнув не вижу совершенно. А здесь я сплю в обнимку с автоматом. И сладких снов не вижу ничего. И в камуфляже пестрого окраса, Давно не бритой, сизой бородой, Вы б не узнали, кольку ловил оса, Когда б он к вам нагрянул вдруг домой. Вы б не узнали, кольку ловил оса, Когда б он к вам нагрянул вдруг домой. Нет, я, конечно, помню ваши лица. И все, что было до или потом, Но, слава богу, ничего не снится, А то давно бы тронулся умом. Но, слава богу, что никто не снится, А то давно бы тронулся умом. А если вдруг чего-то и приснится, И вызовет брожение в крови, То у инторги, Данька-продавщица, Привет, предмет всеобщий, искренней любви. Дой, Дорги, Данька-продавщица, Предмет всеобщий, искренней любви. Так что ж пока, московские девчата, До встречи, до свидания, пока. Сейчас клебнем паршивые самогонки И вновь полезем к черту на рога. Сейчас клебнем паршивые самогонки И вновь полезем к черту на рога. Вот, с вашим решением, Вы моим друзьям, Я спою песню. Всем по порядку. Значит, Юрий Иванович присутствует. ВВС нету. У нас температура. Температура. И самое секретное, нету. А у него, этот, какого? Нет. Аллергия у него заканет, да. А зря. Вот это вот, ну, здесь про него и кулак, и зашел. Ну, Юрий Иванович рассказал, что он такой. Не любит, когда немного рассказывает по понятным причинам. Но это вот человек, который всеми диверсиями, Всеми типо-паксиями, которые делали мы этим духом, Вот он как бы распоряжался. Это очень здорово, причем. А вот эта песня, написано про него. Я ее пел не раз, значит. Но это был первый день рождения, А у него и ВВС, у Василия Васильевича, Замп в фоконно-разведке и личного состава, У них день рождения в один день. Ну, а там, что подарить-то там, все вроде. Еще день, ничего еще. Дуканок не надыбывали, денег не было. Друг или ничего. И на операцию никаких, трофей тоже никаких там. Поэтому я написал песню. А чего у нас Василий, не на шутку занемог, Браген, бидон осилил и больше выдержать не смог. Не встает к обеду, только просит пить, А в Гане нету, чем его лечит. Он вчера у БТР отломил КПВТ, Объясняет для примера. Это солдат, объясняет, что такое каратэ. И вдруг с соседней крыше начали стрелять, А это просто вышел Юра погулять. И вдруг с соседней крыше начали стрелять, А это просто вышел Юра погулять. И еще и в нашей такой дружбе, дружбе компании, в Курске еще один замечательный человек, это Леонид Тепляков, это командир боевой, оперативно-боевой группы Кобальта МВД, и мы еще друг сземлил на смену, мы все согласятся, да? Не то, что советники из той же конторы, которых мы чуть не расстреляли один раз на 1 мая, вообще не жалко его. А с ментами, они гордо себя назвали менты, и когда приезжал, помнишь, где-то приезжал, проверяющий полковник, он гордо говорил, я ленинградскую ментовку качал, я мент. Привез селедки целые, свеженькие где-то, но любили проферацию, мы у него все отыграли, селедка почти все, вот там у нас праздник был. Хорошие мужики, замечательные ребята, ему спалось 70 лет, он еще жив, последний дождь, его замначальник Архангельского ГУБ, да, по-моему. Зам прокурор области был. Зам прокурор, да. Вот эта песня написанная, значит, праздник есть, Рамазан, последний день, пятница, там у них попадаются, в Джумане называют его этот день, и они дают обед, ягненка зарезать, там шуравить какого-нибудь, пришить еще чуть-чуть, но чуть-чуть обед какой-то, это у них праздничный день. Вообще, мусульман праздничный день – пятница, и у нас, соответственно, так без праздников, но они там в этот день не едят, не пьют, любовью не занимаются, вообще ничего не делают, и не воины по этому, значит, и можно их не бояться, у нас тоже пятница. И мы с Кобольком эту пятницу, каждую пятницу практически, и мы устраиваем такие дружные, дружеские покойки, где пели песни всякие, вот какой-то рогали. Связь с Бронтехникой там есть, прослежьте, увидите, почему. Вот такая шучная песня. Дождимым вечером, 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 каскаду с Кобольком, когда придумать нечего, мы дружно сядем за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем. Песня такая. А первая болванка, да бы это я рублот, механика-водителя загнала прямо в гроб, и у душманных заварите. Сегодня пятница, пятница, пятница у нас, у вас, кстати, тоже, вы нас не сердите, а то, как встанем мы, не станет вас, не кончится вам. Все парни бравые, 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 лишь двое лысых, остальные все кудрявые. Нам пьётся весело легко, а нас начальство далеко, от Аллаха, как известно, высоко. Душманы, замрите! Сегодня пятница, пятница, пятница у нас, вы нас не сердите, а то вот встанем мы, если сможем, конечно, и не будет у вас. Но никто не сказал, что это не было. И там нет воскресенья в субботу, поэтому они воюют, мы воюем. Опять никто не воюет. Замечательно не будем понимать. Значит, и песни с той же поры начались. Мы прощались с Финзавалом. И вот с Юрием Ивановичем сидим уже. Там произошел трагический случай. Застрелился вертолётчик, который должен отводить меж шестых. Ну и назад, прямо Юра, ну вот там ещё пытался откачать, как вызывал чего-то. Я поехал забирать остатки с филы, с нашего аэродрона везти, припад всего. И приехала такая печальная картина. Но они так же. Самострелы идут, самоубийствуют. Мы задержались, но эту песню пришлось записывать гораздо позднее, потому что тут трагический случай. А так мы сидели и на матрасах, уже свёрнутых на ныгачках, и написали эту песню. Она называется «Прощание с Финзавалом». Земля качается, 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 и вертолёты набирают в отсаду. И мы прощаемся, 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 и Файзабад уже теряется внизу. И мы прощаемся, 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 и Файзабад уже теряется внизу. Здесь столько было, столько было, нам и пройдено. И столько было, здесь изведано тревог. А впереди у нас Кабул, и дальше Родина, и перекрёстки неизведанных дорог. А впереди у нас Габу и дальше Родина И перекрестки неизведанных дорог Здесь только было боевых друзей, товарищей Мы с ними слист, мы с ними соль, хлеб и соль делили пополам Мы вместе шли через засады и пожарища И пыль глотали и бродили по горам Мы вместе шли через засады и пожарища И пыль глотали и бродили по горам И мы не встретились в Европе или в Австралии Мы снова мысленно глянемся назад Когда на карте на восточном полушарии Отыщем маленький кружочек файзобат Когда на карте на восточном полушарии Отыщем маленький кружочек файзобат Земля качается, качается, качается И верный самолет уже теряет высоту И все кончается, когда-нибудь кончается И шереметь его раскинулось внизу И все кончается, когда-нибудь кончается И шереметь его раскинулось внизу И шереметь его раскинулось Мы, когда мы 30 лет Последнему каскаду отправили В 12-м году Наш четвертый каскад был самым последним Самым мощным по силе И самым большим потенциалом Это первое Последнее было, вернее Боевое подразделение Разведки Нас просил, а потом Игра Ганди Наши товарищи не пустили каскад на пенджап и паншет На северной территории Сами решили, где прекрасная страна Убили сына Ганди, шоферы Ганди Потом саму Ганди убили А мы нас разбросали всех Кто там был, кто куда Но я-то не попал туда Иванович был, не скажу где По другим странам Даже в ООН Наши люди проходили подготовку И вот эта песня Написал давно Когда было 25 лет Четвертый каскад, он называется Последний каскадер Каскадов было 4 Это название операций Это назвали нас всех каскадеры Там просто называли Вы сами себе думали, что так Оказывается, нет потом Через много лет Сказал, что название операции И мы назывались В тайне от нас Вымпел Это тот самый вымпел Который сейчас существует Но, конечно, не для того уже Приспособлен для чего был Но вот последний Каскад 4 был 1 год там В Министане Почти 1 год Потом на неделю Раньше нас от этого выбили Чтобы не платить И долгосрочной командировке А я плачу в полторы раза больше А это Балтери наши Что нам платить Действительно Взяли на неделю И уже платили По минимуму Потому что вот Да мы не в обиде В общем-то Это нормально Джинсы накупили Батников Часов Все, что хотели Всякое барахло Которое потом Убрасывали Через год Ну вот Вот и все Закончена работа И идет среди Афганских гор Каскадер 4-го залета И последний Самый каскадер Каскадер 4-го залета И последний Самый каскадер Без брони Без брони идет И автомата Без брони 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 И последний Без брони По кабульскому Аэротрому Он идет Не чувствуя весны За 4 тысячи Верст от дома И за 200 метров От войны За 4 тысячи Верст от дома И за 200 метров От войны Он почти у трапа Оглянется Остановится И на момент Отчего-то грустно Улыбнется И закурит Сигарету Кент Отчего-то Грустно Улыбнется И закурит Сигарету Кент Может нет Для радости Причины А может Просто До смерти Устал Смотрит он На горные Вершины Средь которых Жил и воевал Смотрит он На горные Вершины Средь которых Жил и воевал И когда Прервав Минуту эту Дружески Махнет ему Пилот Он Щелочком Отбросив Сигарету Не спеша Поднимется На борт Он Щелочком Отбросив Сигарету Не спеша Поднимется На борт И подрев Турбин Родного Ила Боевых Традиций Не забыв Спорт Механикам По кружке Шила Безотрыва Выпьет За отрыв Спорт Механикам По кружке Шила Безотрыва Выпьет За отрыв И уже Под мирный Рев Фаторов По дороге К дому И весне Будет спать И видеть Сны Которых Никогда Не видел На войне Будет Спать И видеть Сны Которых Никогда Не видел На войне Будут В снах У каскадера Горы Пулемет Дрожащий И горячо Будет Там В снах Техрейда И засады Пулемет Дрожащий И горячо И блокпост Где все Его ребята Живы И не ранены Еще И блокпост Где все Его ребята Живы И не ранены Еще Будет Снах У каскадера Горы Весь Дым Ух Альберский Перевал Не будете Люди Каскадера Он Свою Войну Отвоевал Не Будите Люди Каскадера Он Свою Войну Отвоевал Потому что Это тоже Хорошо А Беспой Ну куда же ты попал Каскадер А Ну да Первое что написано Дедовый город Своей Фейзобат Где-то Дедовый город Слава бог Что далеко Никто Начать Редко Приезжал Полетит Ведь Сельградин Сходится В горы Еще Так И Ну кто не знает Фарси Рядом Не знаю Что такое Ханум И Духтар Я знаю Не различаю Четко Ну ладно Я знаю Как объясняю Ханум Это женщина Девушка Это Духтар Ну понимаете Духтар Дувал Забор Дувал Забор Ничего там Ни тех Ни других Не видно Задувал Ничего Лидишь Эти все Духтар И Ханум Уходят в паранже Вот тут у них Сетка Глухая паранжа Из конского волоса Там Обрезанный нос За этим Глаза Больше Чуде Нос Потому что По сетке Стрелется А глаза Потому что Бопытные А больше Ничего не видно Один раз Поймали На нас Кого-то Местная девочка Пионерка Обратила внимание Что у тезки Вот такие Сапоги торчат Страж Сняли А там Пантин с автоматом Писать Даже наши газеты Вероический Постопок Это воспитанница Комсомолы Пионеры Главные источники Экспромации До каскада Ну вот Да Вот это вот Грустная песня Каскадера Которого судьба Судьбина Тяжело Занесла Черт И куда Куда Костей Не заносила И делать В общем Нечего И народ Там странный И непонятный А ты еще Болишься Там же две уши Отрежут Или еще Чего-нибудь Похуже Горло Перевежут И первые Месяцы Не выходишь Никуда Не уходить Начались понимать Тебя не трогают Потом начинаешь Работать И делать Чего-то Тебе это Доносят На все Наплевать Абсолютно На все До той поры Пока не сказали Завтра Кабул Через два дня Самолет Тут все Проходит Все весело Собирают По жизни И ничего Уже не боятся А боятся Только напоследую Получить Которое Пуле А это Вот самое Начало Самое Самое Пребывание 82-й год Эх Куда же Ты Попал Каскадеру Что То не шаг здесь То дувал То забор За дуванами Ханум И Духтар А над крышами Солерный югар За дуванами Ханум И Духтар А над крышами Солерный югар И шаги Орут с утра До темна Им с мечети Подвывает Мола И слоняются Весь день Рафики От базары До кокчей Рафики И слоняются Весь день Рафики От базары До кокчей Рафики Здесь не ведая Тревог И хлопот Вот это же Чайханечий Гоняет народ Они мужики Рассуждают Целый день Что почем А душманы Вроде им Нипочем А обсуждают Целый день Что почем А душманы Вроде им Нипочем А это что За чучело В паранже Двух валов Гоняет Вдоль По меже А это женщина Афганская Мисс Обрабатывает Землю Под рис А это женщина Афганская Мисс Обрабатывает Землю Под рис А у дуганщиков Посумачий Скивид Ободрать Тебя Любой Норовей Вот дать бы в лоб ему Да только нельзя Потому как революция Дать бы в лоб ему Да только нельзя Потому как революция Автоматы заржавели давно Про войну мы видим Только в кино А из центра А из центра за приказом Приказ Не пускать на операции Нас Но вот слава богу БТР на ходу До Майдона Как-нибудь Доведу Вертолетчики Ребята Свои Не дадут Загнуться мне От тоски Вертолетчики Ребята Своим Не дадут Загнуться Мне От тоски Ну там понятно Нацелят Бандимцев Нацелят Там кимогрём Три спирта И все И все И уходу Как руку И с него Вертолетная Жидкость Против обледенения Да вот В той же серии Песни Длинная песня Так Это письмо Другу вертолетчику Пашке Осадчеву И упоминаются Мои боевые друзья По именам Это Такая Тоже нацелевый пись Занесло снегом В ноябре Ничего нет Печка была Такая Тоже солярку Извели Семенную Печку Выпить Нечего Браги Нечего В аэропорт Никто не пролетает Такая Вот Письмо Другу вертолетчику Из Бадахшана Он известный Мотив Высоцкого Письмо Сельхозу Здравствуй Паша Милый друг Мы из Бадахшана Во первых Строках Письма Всем вам Шлём Привет Здесь у нас Зима вокруг Мёрзнут Раздушманы И вот Даже две недели Вертолетов Нет Даже праздники Прошли Как-то Не по-русски Чаю Выпили Ведро И храпеть Пошли Вот и представь Только себе Целый стол Закуски Но не то Что водки Браги Не нашли К сожалению Снег занёс Горы И долины Браги Что о женщинах сказать, мы их не видали Их в полку ты знаешь сам, явный недовоз Двенадцать на полторы тысячи, не сказать, чтобы без них Очень мы скучали Но здесь серебствует болезнь, сперматоксикоз Парень, как твоя рука? Зажила, наверное Видно, зуб отравлен был, что в нее попал У кого-то руковод в раз началась гангрена Это ж праздник для всех нас, что ты такой амбал Паша, слышь, допущен ли? Снова ты к полету А его странили две недели И еще собирался ты съездить в СССР Не отпустит, проезжай, да черт с ним с вертолетом Мы тебе доверим здесь, даже БТР Вася снова за ним мог Не, 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 ты уже пел Теперь доходим там Так, каждый писатель, да? Каждый писатель, да? Чтобы никого не компроментировать И присутствовать, ну ладно Там больше компроматов нет, там же уж про меня дальше, ну там Ладно Все Нет, блин Сейчас сформулирую Пожняк все Ну ладно, Бог с ним Он теперь не пьющий человек, чего с него возьмешь? Слова такие Вася тоже стал писать, мол, привет, ребята И такого написал Привасе приходится отдуваться Ну, Бог с ним заболел, может, получит Он такого написал, хрен, что разберешь В общем, мне за нас троих отдуваться надо Он теперь не пьющий человек Че с него возьмешь? Что ж до встречи, мужики? Закругляться надо Скорый вечер И в горах начали стрелять И еще раз большой привет Вам из Фейзобада До свидания Идем службу проверять Вот такое письмо Что-то сли и без тебя Ты будешь? Всем женщинам Всем-всем, вообще без исключения Кто был на войне Кто ждал свой Священство Песня, может, подсказывать? Война женщинам не место Но без них И ни войны, ни войны Это письмо Одно из песен Кто-то писал Без имен Она посвящается всем Кто любил и ждал Этот мир без тебя Просто было из скалы От палящего солнца Не спрятаться в тень Здесь душманские буры Стерегут перевалы И в тревожных рассветах Рождается день Здесь душманские буры Стерегут перевалы И в тревожных рассветах Рождается день Этот мир без тебя И чем-то еще И звучит иностранная И звучит иностранная Странная речь Этот мир без тебя Все же полон тобою И становишься ближе Далекая ты Аплодисменты 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 Все же так вижу Так Значит Еще пару песен Ну там Война не война Но все что делается на войне Об этом писали Много Великие философы И вообще войны происходят Все из-за женщин Поэтому В любом мире Версад женщины Или глирж Или по крайней мере Это очень давно Но все к тому идет Так что Опять ученые женщины В виде письма Все это написано Тоже профизопат Он помните Да Ладно У Васики Висела фотография Там Его Ольга И ребенок Он все Словол По утрам Там И А мне прислали Мне прислали На близнецы Там по пять лет Рыжий Оба Вообще Вогнина Почему-то Я там Ну да Поймите Я пошел Но тоже Второй Я повесил Целовать Не целовал И наглядил Это вот такое Письмо Обо всех наших Вот Там привлечение Конечно Я для них Чепляков Никого не тащил На самом деле По горам Каким-то Но дело-то Не в этом Там имен никаких Не написано После Так Желтые пыли Наши окна Запорожены Третий день Афганец Бродит По горам Я письмо Тебе пишу Ставили Сыновей, что с фотографией глядят Вся религия моя, головки русые Сыновей, что с фотографией глядят Ни к чему здесь новомодные традиции Все указы здесь не значат ни черта Пью я лодку с подполковником милиции Он милиции московской не читает Пью я лодку с подполковником милиции Он милиции московской не читает Пью за дружбу боевую, настоящую Пью за то, что он не смотрит с высока Что меня он, не ходячего, не зрячего Пять часов тащил по скалам до балка Что меня он, не ходячего, не зрячего Пять часов тащил по скалам до балка Может быть, мои сумбурные каракули Разбирать ты будешь слезы не тая Только сделай так, родная, чтоб не плакали Письма папины читая, сыновья Только сделай так, родная, чтоб не плакали Письма папины читая, сыновья Только верь и по законам человечности Будет встреча, будет новая весна Ты моя к мне, затерявшемуся в вечности По призванию офицерская жена Ты моя к мне, затерявшемуся в вечности По призванию офицерская жена Желтой пылью наши окна запорожены Третий день афганец бродит по горам Я письмо тебе пишу, моя хорошая Из провинции, налёг и бодокшан Я письмо тебе пишу, моя хорошая Из провинции, афганский бодокшан Времени нету А то, что попросил бургизара Он раз в пять туда же съездил По местам боевой славы Что там творится без нас Замечательно творится Правда, на наркотиках всё строится И там беспредел полный Но дороги лучше, чем в Москве По старых только, ГИБДД нет Там всё Город расстроился Пусть только мы ушли Начиналось всё на наши деньги, конечно, всё Наркотики потом пришли Усилили, всё это местные, наверное, наркотики Так вот, Файзабад Вот здесь сидят боевые товарищи ещё Кроме нашего, знаете, 260-го полка Одинного стрелкового, значит Файзабад Файзабад, Файзабад Не заради наград Мы два года тебе подарили И лежишь ты в горах У Памира в ногах Поражавшие от солнца и пыли И лежишь ты в горах У Памира в ногах Поражавшие от солнца и пыли Облака уплывают в родные края Ветер пахнет черешней и хлебом Тополя, тополя, над кокчою шумят Упираясь верхушками в небо Что столетие, что миг Караванщиков крик Так же ехал в горах повторяем И верблюды бредут Куда тропы ведут Меж горбами пуштунок качая И верблюды бредут Куда тропы ведут Меж горбами пуштунок качая Ветний вечер упал На расщелин и скал Камни песни поют остывая И опять до утра Над кокчой трассера Как сгоревшие звезды мелькают И опять до утра Над кокчой трассера Как сгоревшие звезды мелькают Файзабад, Файзабад Мой товарищ и брат Мы два года тебе подарили Файзабад, Файзабад Ты и рай был и ад Но таким мы тебя и любили Файзабад, Файзабад Ты и рай был и ад Но таким мы тебя и любили Ну, такую песню, я тоже грустные какие-то, грустно-лирические, но эта песня всем известная, но это надо же как-то подводить новичков, рейдом в город, первому куда-то, а просто надо на все свалить со смешкой, учиться на все, тогда ничего не случится, страшно. Плевать хотели, да, на воду пили, на рюковки, на все эти пантоциты гибели, ничего, никто не заболел, вот ничем, вот трое, мы сидим здесь, никто. Кто руки, вот тот болел. А вот тот заболел, у него все грозит, потому что его в Союз увезли, а там у него мешок, килограмм марганцов, переводчик, да, был? У нас любой микроб был, который боролся с чужими. У нас, да, поедал с них северный, у нас переводчик был, да, у нас там боролся с гепатитом, там совсем на свете, принял килограмм марганцовки, у него отдельные пакетики, это твоя ложка, твоя вилка, кружка, тяжка, еще мыло там, еще чего-то, и к замлянцам как поздороваться, а он обязан был здоровым, с кем уже все здоровы, с другим другом, так только не станет, оттуда рючка пошла. И вот он сразу бежал после этого, руки помол, съел, не дай ему еще вообще, там чуть-чуть, на марганцовку. Руки мул добыл до того, что они у него потрескались, обезжелись, сукровица сочли. И запалился гепатитом и уехал, а не больше убить. Так что тут вот такой, не хочешь быть убитым, не убивайся, все просто. Значит, а что спеть-то я уже заходу, пошли. Подбодрить. А, да-да-да, подбодрить, вот эта песня исключительно поднятия духа, и там, предание метеовому настроению в любой ситуации. Если вам однажды перед рейтом горы не досталась каска и бронежилет, Вспомните, что где-то вроде вовсе голый, с вами в общем не знакомый снежный человек. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали, полетели лихо камни догонять, Вспомните, что раньше вы так не летали, и как видно, больше вам так не летать. И тут улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в дугане нагло обманули, если гнев невольно в сердце к вам проник, Вспомните, что в вашем автомате пули, их на все дуганы хватит. Вспомните о них и тут улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас, допустим, за ногу кобра укусила, Если жить осталось только полчаса, Помолитесь Богу, соберитесь силой, И как в детстве начинайте верить в чудеса. И тут улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Это последний самый жуткий по своему трагизму. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вам замены нету из союза, Если не пускают свидеться с женой, Вспомните, ребята, Робинзона Круза, Как двенадцать лет прожил он со мной козой. И тут улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Следующую песню я дам вам. «Свечайная и фронтоварный путь». Ну, хорошая песня, на самом деле. Есть такой тузель в последний военный аэропорт На нашей советской земле, а дальше в Ташкенте. А дальше ждешь недельный борта там, который тебя отвезет на Кабул, А потом там уже местные завезут тебя по точкам. Но вот я попал, возвращаясь в тузу, попал. И там после этого началась такая песня. Там ничего не было, но вокруг было очень много теплой водки. Торговали прямо за пределами их друзей. И много девушек там вертелось вокруг. То же самое. Потому что чеки же мы же не все потратили пока за время отпуска. Деньги советские везли на черный день. Там все это было. Но кому повезло, кому нет. Вот такая песня. До Кабула тузели. Я не буду врать, что я тебя люблю. Полевых погон распятий, а тебе такое платье. Вечер повторился выпускной. В легком сице зябнут плечи. Мне оправдываться нечем. Наши судьбы перепутаны войной. Пересылка, пересылка. Пересылка, пересылка. На ветру твоя косынка. Как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка. Поцелуй последней пыльки. Но я не буду врать, что я тебя люблю. Пересылка, пересылка. Пересылка. Пересылка, пересылка. Поцелуй последней пыльки. И все равно ни за что не стану врать, что я тебя люблю. Закурил, а сердце рвется и со счастьем расстается. Пусть оно еще продлится на чуть-чуть. Самолет будет устало, а ты у громки пуля встала И рукою мне махнула в добрый путь. Самолет будет устало, а ты у громки пуля встала И рукою мне махнула в добрый путь. Пересылка, пересылка. На ветру твоя косынка. Как сигнал. На выход в море. Кораблю. Поцелуй последней пыльки. И все равно на той же пересылке. Но я не буду врать, что я тебя люблю. Пересылка, пересылка. Поцелуй последней пыльки. Но я не буду врать, что я тебя люблю. По-честному, по крайней пыльке. И песня, которую я... Скажу всем, что я написал. Это был заказ. Лично мне. Лично в Абденистане. От начальника Главпура. Через Олега Ивановича Брулева. На выводе в 88-м году. Когда Артем Боровик. Мы, конечно, писали такую гадостную статью в Аганте. О том, что вы предатели. Мы уходим. А ведь надо было, чтобы на спину не стреляли. Когда мы сказали, что это будет фуфло, мы оккупаты. Наши сказали. Артем Боровик. А у меня, что мы были друзьями. А у меня, он умер давно, погиб. Все равно. Это касается не меня, а касается вообще того. Эффект от этой статьи в Аганте. А я сделал сангиной. И мне позвонил Олег Иванович Бармелков. Знают его все. Позвонил, сказал Игорь, ну что мы так... У нас друзей полно. Действительно было полно друзей. Мы их кинули и бросили, как всегда, в Афганистане. Как всегда. А сейчас бросаем Сирию и бросим. И Афганистан сам себе. Вот. И напиши что-нибудь, ну, про афганы, культуральную, про женщину, афганскую. Одна есть была. Это Николай Шурави. Там я не получил эти слова. Пел Юль Кирсен. Там я первый. Как у нас. Я Чехвардаку, помните, пел как тело. Николай Шурави. Ну, серьезное что-нибудь напиши. Вот такое. Я написал, как мог. Записал там, как мог. Отправил, как мог. И через... Видите что? Она ушла на Афганистан. На 70 стран мира, по-моему. Но потом прошло много времени. Махтуба – это женское имя. Вот эта песня так называется. Махтуба. Говори женщину ту. Махтуба. Да не женщина. Просто девчонка. Как тростинка. Танга и слаба. Ты тащила меня по воронкам. А потом, разорвав по ранжу. Бинтовала горячей раной. В тишлаке под названием Анжу. На колонном пути по Даршану. Махтуба. Махтуба. Устались в испуге. А потом полевой медсанбат. И врачей утомленные лица. Я хрипел им, где мой автомат. Он мне скоро теперь пригодится. Да не нервничай. Все при тебе. Тут какая-то фея из хада. Принесла поутру к АПП. Пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет Махтуба, не нужны мне три года в зачет Я пошел в ту атаку опять Только время не движется вспять Вот и все, я вернулся домой Затянулись военные раны Только как-то связалась с судьбой Та девчонка из Афганистана Я не помню почти ее глаз Что запомнишь в бредовом дурмане Может кто-то другой меня спас А может вычитал в старом романе Да только ветер поет Махтуба И куда-то зовет Махтуба Я пошел в ту атаку опять Только время не движется вспять Махтуба, словно ветер на склонах поет Махтуба, не нужны мне три года в зачет Я пошел в ту атаку опять Только время не движется вспять Вот в Афганистане это то же самое, что в КГБ в СССР Там еще, что же там еще такое было важное Понятно, кто по имени сказал уже женское Год за три Вот у нас считалось, значит, выслуга Пока ты на войне находишь в Ганне Год за три, звание год за два Пока сидишь и ждешь здесь в Москве нового начания Год за полтора Вот такая была у нас команда Год за три там, да Ну и вот тут песня снайпера, который вернулся, я знаю А вот пускай Он приехал в Москву, он москвич там был Он в Москву, а все ходят в контрабандных и в этих оккупационных товарах Очки там, хамелеоны, полироиды, джинсы US Top, US Pop, команда Батники, кокожные пиджаки Неделька, когда больше святое дело Там тут поток ушли, а тут женские принадлежные все эти подробности Ну и много-много чего, все из Афганистана И никто не знает, и все эти знают, никто не хочет Ну я знаю, честно говоря, потому что я здесь живу, здесь в Москве За карьерными выездами, большую часть времени 51-го года Так что я знаю своих москвичей, какие они были, какие стали, вижу Так что ни то, ни другое меня не радует Ну вот, и он вернулся, и тут же на операцию И тут же, да, у березок-то вообще кидалые, шустрые такие мальчики Модные были, бананчики носили мальчики-девочки Бананчики эти были, джинсы, бананчики, еще что-то такое Вот они вертятся, меняют чеки и все такое прочее А войне не слыхали, и слыхать не хотели, знаете, никто не попадут даже в армию И вот он лежит, а их прижали, они ушли в рейд Это спецгруппа, их прижали, и песня снайпер И только вернулся, и сразу говорит Их так зажали так, чтобы не вздохнуть, не перевести дух там И ничего нет И помощи нет, и рации не работают И они держат оборону, слава богу, тогда вдруг тоже было сил немного И они нападают И вот размышления такие у них, вот что здесь Ну очень хорошо называют, что там И вот тут весь называют солнечные зайчики Четвертый час, лежим в пыли Нас солнце яростно слепит Чуть-чуть поодали, догорает БМП Тоска такая, хоть кричи А наша рация молчит И черти, что за мысли в голове А где-то мальчики, надев бананчики Клиентов у березки поджидают делово А у меня в прицеле солнечные зайчики Зайчики, зайчики, и больше ничего Мы вышли встретить караван Но напоролись на душман И духи нам устроили, а врал Играем с ними в чёт-ничёт И час за три идёт в зачёт О чём нас Катровик предупреждал А где-то мальчики по ресторанчикам Под вечер отправляются на импортных авто А у меня в прицеле солнечные зайчики Зайчики, зайчики, и больше ничего А может так и надо жить? Кому стрелять, кому кутить? Кому-то всё это показывать в кино? Но ощущение гнетёт Что всё известно наперёд И повторяется забытое давно И эти мальчики по кинозальчикам Геройство наше будут наблюдать Из темноты и целовать И щекотать подружек резвым пальчиком И целовать зевающие рты И щекотать подружек Резвым пальчиком И целовать зевающие рты А можно вот эту тему продолжить? Кому-то было чё, когда цитринки Вот, это же было А, ну да Да? Это тоже одна из первых песен Ну, таска, ну да Снег завален, чё-то делай А пию только мечтали И до кого у нас мало чего доходило Спаситель, вот отец спасителя Коли, наш комиссар, комиссар Который иногда довозил 10 литров спирта А каким чудом он, отбиваясь от всех Там, встреч, поперечник Ну, праздник А так ничего Посольск, вот, не доходило Редко Тут было положено Но нет Коньяк, перрон Гадость так купить не останешься Мешовки там у нас почти не производилось Пиво Мечта была Он писал про пиво исключительно Песни, дебюшок Ну, и всё мерещилось Ну, а здесь это Это как-то тут в сумме Всё это гнетущее ощущение А ведь был заданный заказ такой Иностранных шпионов, иностранных Мы же работали У нас обязанность по миру этого ходила Взять живого иностранного советника Любого Чтоб потом устроить пресс-конференцию Где-то в Москве Кабуль Доказать, что у него всё-таки помогает И на последней, значит, инструктаже Перезаправку в Кунистан Кто-то нам сказал По-моему, даже был Крючков Председатель Начали в первом праве Мне говорят Имейте в виду Герой Советского Союза За летного живого Живого любого иностранного советника Вы получаете Герой Советского Союза И всем причитаешь благ Но имейте в виду За вашу голову, за живого Там 100 тысяч долларов Обещано И мы гонялись Пытались Там какие-то фотографии Доставали Похож А, вроде похож На европейцев Но потом Слава Богу Никто никого не поймал Ни мы их Ни нас И там нормально Сделали все другие дела Но эта песня Он тоже Я знаю Первый Не то чтобы обида какая-то Куда Куда попал А там Нормально Кому-то коньячок И осетринка И пиво Запотевшего бокал А в речке Кокче Водится маринка Косляве рыбе В жизни не едал А в речке Кокче Водится маринка Косляве рыбе В жизни не едал А где-то Рано утро После пьянки Домой плетется И интеллектуал А в фейзабаде Водятся фаланги Я тварей ядовитей Не видал А в фейзабаде Водятся фаланги Я тварей ядовитей Не видал А ведь кто-то Где-то Даже женщин Обнимают И это им Не стоит ничего Ну ничего А в фейзабаде По ночам стреляют И пули Пролетают Сквозь окно А в фейзабаде По ночам Стреляют И пули Пролетают Сквозь окно Пускай пешком И даже без патронов Но я в союз бы С радостью ушел Но в Бадахшане Водятся шпионы Которых я пока что Не нашел Но в Бадахшане Водятся шпионы Которых я пока что Не нашел И не найду День танкиста Дождь идет Гора Харгана Хорошая песня Редчайший случай День танкиста Я был свидетелем Дождь идет Гора Харгана Это странно Очень странно Мы давно уже Отвыкли Отобили воды И дождю Подставив лица Все пытаются Отмыться От жары Старетнень пыли Серый пыли И дождю подставив лица Все пытаются отмыться от жары Стоит не пыль, серый пыль и беды Дождь идет в горах Афгана На колонны, караваны Словно суры из Корана Строчки тянутся с небес Дождь звучит по горным склонам По машинам, по погонам И шипит на раскаленном, утомленном АКС Дождь звучит по горным склонам По машинам, по погонам И шипит на раскаленном, утомленном АКС Дождь идет в горах Афгана По забытой и желанной Память светлой о доме В дальнем доме и весне И отплясывают рьяны Два безусых капитана Два танкиста из Баглана На залатанной броне И отплясывают рьяны Два безусых капитана Два танкиста из Баглана На залатанной броне Дождь идёт в горах Афгана, В пересохшем речке Манна. Он, конечно, он, конечно, Ни российский, ни родной. Местный бог от взрывов злея Из созвездия подолея На войну обрушил дождик, Летний дождик проливной. Местный бог от взрывов злея Из созвездия подолея На войну обрушил дождик, Летний дождик проливной. Дождь идёт в горах Афгана, Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли От обилия воды. И дождью, подставив лица, Все пытаются отмыться От жары столетней пыли, Серой пыли и беды. И дождью, подставив лица, Все пытаются отмыться От жары столетней пыли, Серой пыли и беды. Серой пыли и беды. И вот ещё петь, Я буду спеть через начало. Я быстро, понял? Поскольку Мишка Михайлов отказывается Проходить на это, А у нас сегодня В основном пророчено Какие-то танкисты, В Афганистане танки. Он рассказывал, Первый секретарь Первого рейкома партии, Локтиона Серёга, А он командовал танки, Офицерный. Так тот ещё вышел, Танк стоял на высоте По четырёх тысяч метров, Он говорит, Я выхожу, И пять бойцов, И танк вкопанный, Ко мне засыпанный, Как постоянно огневает, То есть, Я говорю, Утром в зубы чуть смотрю, А потом вылетаю, И да, Как туда залез, Неизвестно, И как впускался Прочи под горбой-то. Так что танки были В Афганистане, Героически, Тоже горели, На минах подрывались, На колоннах рвались, Там танкисты По всему миру Оставили свой след Танковые траки, Наши боевые машины. Так вот, Это Мишка Михайлов, Написал замечательную песню, Михаил Михайлов, Он выступал здесь, Помните его, да? Он идет в Чехловой, Потом укуляр там выступает, Уехал сего-то, А я спою песню его, Замечательная песня про танкист, Называется он Дорожный знак. Вот, Опять песню. Здесь дорожный знак Не в законе, Есть один, И тот не в дугу, Нарисован на белом фоне, Танк нелепый в красном кругу. Кто ты? Хочешь? Хочешь? Что? Сядь за баранку? Сядь за баранку. Ты хочешь сядь за баранку, Ну а нет рюкзак, За плечо. Здесь нельзя кататься На танках, Танкам здесь проезд запрещен. Здесь нельзя кататься На танках, Танкам здесь проезд запрещен. Танки те, Танки те, что стали гробами, Стянутые с дороги на край, С нецелованными губами, Отправлялись мальчиков, Мальчики в рай. Сколько обелисков из башен На дорогах этой земли, Сколько, сколько мальчиков наши Под броню и не уберегли. Сверху глянь, А хочешь с изнанки, Все чисты, Их долг освещен. Но нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. Но нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. И видно, не по чьей-то оплошке, Копаной как будто навек. Не для этой только дорожки Этот знак поставлен на всех. Мир до боли мил, с позаранку, Помолился, будь я крещен. В нем нельзя кататься на танках, Танкам в нем проезд запрещен. В нем нельзя кататься на танках, Танкам в нем проезд запрещен. Вообще, не самая. Нельзя в мире на танках кататься, Танкам в нем нигде. Кататься нельзя. Воевать можно, а кататься... Так. А сколько прессов здесь? Все уже. Все? Тогда спасибо большое за внимание. Надеюсь, увидимся еще. Виктория, как вы не пройдете, Попробуйся к новому году. У меня много песен, Они не совсем доработанные. Тихонечко и доработают. Я еще чем-то, наверное, Что-то представлю, обещаю. Посижу. Там много еще интересных. Я потом вернусь. Песни получаются никак. Песни как песни, Песни получаются. Песни получаются. Песни получаются. Песни получаются. Песни получаются. Знаете, все. Я не держал руках. Чего? Дело обслуживается. Почему нет? Почему нет?